Все нормально? И снова ищем людей, которые хотели бы свой википедийный, как бы это сказать, опыт, да, и не только опыт, а вот этот вот настрой википедийный на то, что правильные вещи должны делаться, да, передал бы нашим людям, то есть нашим образованцам, которые, люди неплохие, да, но они замучены вот всякими своими вузовскими делами, и они не всегда с открытым забралом вот к этому, к этому относятся. Что нас интересует, какие темы нас интересуют? Интеграция википедии в вузовский учебный процесс прежде всего, то есть чтобы их как-то зацепить, конечно, их какие-то крутые внутри википедийные вещи пока мало интересуют, потому что они еще не дошли до этого уровня, да, но вот все, что находится на стыке образования и википедии, это интересная для нас тема. Обучающие вебинары по созданию статей для преподавателей и библиотекарей было бы очень интересно провести. Обучающие вебинары по защите своих статей, то есть что дальше? Вот очень часто что происходит, вот я разговаривал с людьми из своего круга, которые приходили, делали статью, сталкивались первый раз с тем, что приходил кто-то, как они считают, мало в этой теме посвященный, и начинал их вот просто как молодых википедистов там тыкать носом во всякие нехорошие дела википедийные, да, то есть одно дело, он специалист, может, там доктор наук по истории, да, но как википедист, он студент еще, и вот он приходит на википедию, его начинает мальчик какой-то тыкать носом в то, что он неправильно сделал. Он обижается и уходит навсегда. Вот такие вот проблемы, поэтому проблема защиты статей – это следующий интересный момент, который позволил бы оставить из образовательного сообщества людей в теме, оставить в википедии. Интересует все, что касается открытой лицензии википедии, викискладе, и вообще открытой лицензии, люди мало что понимают в этом, вообще не понимают, как соотносится открытая лицензия и creative commons, что такое creative commons, и как вообще в российском законодательстве это все, там, и так далее. Что можно, что нельзя, там, что, какие ограничения у открытой лицензии, что надо попубликовать, что не надо, и вообще зачем она нужна, не понимают, да. Вот это тоже надо. Ну, и я, конечно, тут не мог указать всего то, что нам интересно, потому что может так случиться, что ваша собственная тема окажется гораздо интереснее того, что я предложил. Если у вас есть какие-то идеи, которые будут интересны в образовательном сообществе и в сообществе библиотекарей, я с удовольствием их рассмотрю, и мы бы с вами тогда могли по этому поводу посотрудничать. Вот, да, ну и, я не знаю, я с Дмитрием уже разговаривал по этой, на эту тему, и, конечно, если будет интересно в плане открытой библиотеки вот этого проекта, президентского проекта, что-то прочесть нашим людям, на мой взгляд, это тоже интересно, потому что у нас много библиотекарей реально. И прежде чем туда ехать, может быть, имеет смысл с ними пообщаться и найти тех из них, которые уже созрели, чтобы к ним приехали. Вот, если будет такая инициатива, то я тоже с удовольствием ее приму. Ну вот, наверное... А, да, ну и мы еще готовы поддерживать, предложить Директ Академию в качестве бесплатной вебинарной площадки для мероприятий Википедии, если это потребуется. То есть вне графика самих вебинаров Директ Академии, если понадобится там один, два, три вебинара провести, или там несколько вебинаров провести, как вот Юрий Калашнов провел, мы тоже можем эту техническую поддержку оказать и просто выделить место и время на нашей площадке, чтобы вы провели какой-то вебинар. Там тоже могут быть какие-то ограничения, но это, я думаю, что договоримся там и... Ну, например, мы свои вебинары всегда проводим в 12 часов, соответственно, время на 12 часов занято, какое-то другое время придется выделять. Вот примерно я уже, да, пытался в перерыве поговорить с некоторыми людьми, которые явно попадают вот в этот вот список, который я перечислил. Если кто-то еще считает, что он для этого списка созрел и самое главное хочет потратить свое время на благое дело, то милости прошу к нам в Директ Академию. Вот и все, что я хотел сказать. Спасибо. Да, хороший вопрос, который требует долгого ответа, я постараюсь коротко. На самом деле, сфера моих интересов – это не только вебинары, но электронное обучение вообще, я этой темой давно занимался. И в этом смысле у меня внутри эти темы очень сильно связаны. Но на самом деле связаны они не так близко. Это, ну, скажем так, MOOC – это один из видов онлайн-курсов. В настоящее время достаточно популярный и имеющий свои особенности. Особенности у него вот в чем. Это курс, который имеет хороший контент, и на основе этого хорошего контента предполагается, что возникнет большое, огромное количество людей, но на каждого из этих людей преподаватель не сможет тратить такое время, как он может тратить при традиционном онлайн-курсе, где там 50 человек, 10 человек и так далее. То есть это один из видов онлайн-курсов. В этом смысле на самом деле онлайн-MOOC – это, с одной стороны, очень привлекательная тема, потому что это способ отчуждения своего опыта в виде контента. С другой стороны, конечно, традиционные онлайн-курсы, они тоже не умирают в том смысле, что вот нормальный курс набрать 50 человек и провести их с хорошей профессиональной поддержкой – это тоже интересно. Вот, вебинары, как правило, возникают не столько в MOOC-ах, сколько… по-русски хорошо звучит вообще слово MOOC, да, не столько в MOOC-ах, сколько в обычных онлайн-курсах, которые как раз и строятся вокруг вебинаров. То есть там, например, 10-ти вебинарный курс, где предполагается 10 вебинаров провести, и каждому вебинару домашнее задание, потом где-то в форме это все обсуждается, решается и так далее. Вот. К MOOC-ам больше подходит другой подход, когда ты все, что хочешь сказать на вебинаре, ты делаешь в виде маленьких роликов, вот, как коллега говорил, там это 5-7-минутные ролики, их какой-то набор содержится, и потом между ними уже какие-то задания и так далее. А преподавательская поддержка, она идет где-то в фоне, и вот, ну, там, как получится. Когда 50 тысяч приходит, преподаватель, разумеется, не может всех поддерживать с той же… так же, как и на обычных курсах. Ну, я все равно, да? Да. Ну, что я хотел сказать. Там, где я, правда, на путь, на как-то исходя, на путь, на путь, на путь. Мы не сидали, да. нет я я не против на самом деле я муки очень люблю кстати в отличие от многих преподаватели я вот кстати тоже имеете ввиду что и может сами знаете что в преподавательской среде вузовской муки не очень популярны по многим причинам одна из причин в том что преподаватели считают что вот это что за курс я его часто начитаю потом я не нужен буду то есть меня уволят я вот сделаю хороший курс потом меня уволят скажет есть курс зачем это да да это очень очень здорово на самом деле когда есть уже у тебя уже есть короткие ролики классные короткие ролики ты всегда можешь как автор их подключать к вебинару я всегда так делаю например я никогда не веду вебинар единым куском если у меня есть какая-то поддержка в виде роликов я 10 минут веду вебинар потом 5 минут ролик пускаю потом опять мне 10 минут еще пять минут ролик это очень здорово это очень помогает вести вебинар не они не обязательно главное главное отличие состоит в том что видео лекции это уже отчужденный контент вебинар это синхронное мероприятие то есть да и люди при вас то есть люди пришли они выделили свое время значит они уже мотивированы посмотреть ролик мотивация должна быть гораздо более серьезная чем прийти на вебинар если ты уже пришел на вебинар ты у скорее всего там какая-то часть хорошая часть его досмотрят до конца если ты начал смотреть ролик особенно если формате видео лекции 45 2 часа количество досмотревших до конца доли процентов будет нет но у нас просто мы анализировали аудиторию но у нас к сожалению нет возможности померить возраст разве что по должности да у нас вот у нас ходят разные должности вот но например если брать библиотеку то от директора библиотеки до вот библиотекаря библиотекарь и конечно младше по возрасту если брать преподавателей то вот от аспиранта и ассистента до профессора ходят вот вся линейка я могу сказать только вот о гендерном разделении у нас очень много женщин в связи с тем что ну во первых библиотекари как правило 95 процентов женщины а во вторых то что наша аудитория она менее техническая скорее гуманитарно-экономическая такая вот соответственно вот в этой части тоже достаточно много женщин поэтому на наши вебинары ходят примерно 80 процентов женского пола и где-то мужчин процентов 20 вот так вот потому что Я могу так сказать, но на самом деле я сам интроверт тоже, тем не менее я провожу вот эти 170 вебинаров в год, из них 40 вебинаров – это мои личные вебинары, и это никак не сказывается на мою интровертность, то есть это вот как-то совсем другая деятельность. Что касается библиотекарей, мы их тоже приглашаем. У нас, кстати, в этом году будет впервые опыт приглашения человека из публичной библиотеки, до этого мы приглашали в основном из вузовских, как раз из Некрасовки будет, ой, забыл фамилию, Ольга, которая занимается электронными библиотеками как раз. Вот она нам прочтет вебинар в конце ноября, если не изменяет память. Вы знаете, я как-то вот те люди, с которыми я общаюсь в библиотеках, я не заметил, чтобы их интровертность как-то сказывалась на возможности проведения вебинаров. Мне кажется, как раз вебинар – это способ интроверту отвертеться от личного общения, поэтому очень хорошо для интроверта. То есть ты вроде бы перед тобой 200 человек даже. Я принимал участие, например, как спикер в вебинаре, где было почти 300 человек. Чат вертится как заводной, конечно, но все равно у тебя ощущение, что ты защищен, что ты не лицом к лицу перед, а ты все равно перед своим экраном наполовину одет, наполовину в шортах. В общем, это совсем другой вид преподавательской деятельности, который надо раскручивать, он такой недооцененный пока. Субтитры создавал DimaTorzok